Приветствую, дамы и господа! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в XCOM 2 с модом Long War of the Chosen. В прошлой серии мы сходили за вражеским VIP-ом, установили, ну, практически установили еще очередной наш контакт, но на самом деле нет. И, к сожалению, получила у нас ранение наша гранатометчица Анна Воробьева, но получила она его по моей ошибке, потому что я совершенно забыл, что Эл у нас сидел без сознания. Ну да ладно. Такой... Так, это что такое сейчас было? Игра? Не надо так. Такое, к сожалению, тоже бывает. Так, мы собрали разведданы в прошлой серии, да, и сейчас в Восточной Европе будем контакт устанавливать. Кроме того, у нас задание в квебеке висит на персонал сопротивления, но нет, мы 7-9 будем ждать, тем более здесь проект Миранда, наши ребята будут очень косые, а здесь, здесь за инженером можно будет сходить, но, опять же, я здесь буду ждать, наверное, 7-9, если это вообще возможно. А пока что я полетел устанавливать контакт. Да, за кадром я еще, кстати, ученых перевел в пси-лабораторию, чтобы нашего Пола Уолкера они быстрее обучили. Не понял. Так, окей. Готов у нас неофит. Сара Харрис. Возможно, наем. Ну-ка. Вербовать. Сара Харрис. 28 псионики, кстати. Да что же у меня все псиоников цепите? Ну, у меня, к слову, наверное, пока хватит бойцов. У меня сейчас 19 бойцов, и это нормально. Эл, давай. 4 дня, кстати, всего. Я не буду даже ученых выводить. Да, видите, вскрытие безликого немножко увеличилось. Так, подождите, а что это? Не-не-не-не-не-не-не-не, дайте мне сюда. Из госпиталя ученых забрал. Так я молодец. Ну да. Пускай лучше он здесь. Лечит наших ребят, девчат. Наука сейчас не так нам критично, потому что не то чтобы... О, кстати, смотрите. Уязвимый инженер, красота. Сюда, значит, сейчас и пойдем. Здесь я буду ждать 7-9. Я раньше не пойду. Там все наши косы будут, как я не знаю что. Так, здесь взрывчатые вещества, а здесь мажбросок. Отряд у нас здесь небольшой, но очень гордый. Во-первых, Симон с полным перехватом. Очень я жду, что будут мэки. Если будут мэки, это будет песня. Идет Козлова. Она у нас, кстати, тоже уже на грани мастера-сержанта. Я надеюсь, что скоро она им станет. Кстати, у нее... У нее, блин, 17 здоровья. Какая красотища. Ну, у нее 17 здоровья благодаря вот этому стадию-жилету, который 5 здоровья сверху дает. Вот еще и хил дает. То есть она у нас танк. Хилищийся танк. Эфир идет. Кстати, у Эфир теперь атака по площади, благодаря волне. И идет Эмиль Ришар. Эмиль Ришар, правда, идет с лазерной винтовкой. Потому что, ну, не было у меня магнитных. Все, я все ресурсы потратил. Правда, у нее будут патроны стилет, которые дают плюс 2 урона. То есть это 6-9 урона будет на его винтовке. Нормально. Ну, по небронированным. Ну и магнитный обрез. Магнитный обрез это тоже красиво. Тоже полезно. Идем вчетвером. 7-9 противников. Карта очень длинная. Так, подождите. Не, не, показать отряд. Я для Ролана Симоны дал ему пистолет? Да, я выдал магнитный пистолет Ролану. Сейчас, кстати, мы испытаем. У него должна быть способность гражданскому выдавать пистолет. Насколько я понимаю, это задание как раз с гражданским, которого нам сразу дадут. И которого надо будет провести через карту. Попробуем ему пистолет выдать. Пускай отстреливается. Разведка принесла сигнал бедствия из этого района. Сопротивление подтвердило, что их кодировка. Поэтому нам необходимо... Да-да-да. Получим мы нового инженера. Потом еще одного инженера купим. И в итоге сможем пушки хорошие производить. Это очень здорово. Взрывчатые вещества, кстати, здесь. Карта очень длинная. Противников... Ну, противников 7-9. В принципе, вчетвером... Ну, не, вчетвером, конечно, тяжело будет. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какая улица. По ней прям хочется пройтись. Нужно ли мне по ней идти или нет? Можно, конечно, и по домам лезть. Прям по домам, по крышам, по крышам, по крышам. Пытаться пройти. Ладно, давайте я козловой сначала посмотрю. Никого нет. Она внутрь может посмотреть? Ну, чисто теоретически, она сейчас побежит мимо лестницы. Если там кто-то есть, она их заметит. Она никого не заметила, значит, можно бежать. Пистолет я не выдаю пока. Да, супер. Ну, давай сюда через крышу сыграем. По сути, это очень мощный рывок. К финалу, так скажем, этой карты. Нас не так много. Допустим, еще один рывок, еще один рывок. Ну, все зависит от того, какие неприятели здесь будут. Если будут механизированы, это будет очень здорово. Дорюсь, у нас есть возможность навсегда мэка захватывать. Я надеюсь, мы ее сегодня испытаем. Рокки. Блин, Рокки, не беги дальше. Встань рядышком. Будет очень обидно, если я последним бойцом кого-то замечу. На самом деле, очень здорово, что Козлова с нами. То, что она нам здесь немножко подсвечивает. Дай сюда. Берсерк. Сто процентов. Можно метнуть топором. Ну, мы сюда подходим, их уже видим. Так, а что за взлом? ПБМ ультрауровня. Ничего себе. ПБМ ультрауровня здорово. Или один заряд способности стрельба на бегу. Да не. Давай ПБМ. Есть ПБМ ультрауровня. Это мега крутая ПБМ, по сути, по названию. То есть, там ультра здоровье. Там плюс 4 хпшки, которые добавляют. Вот это вот все. Но я не хочу отсюда начать перестреливаться. Прямо вообще не хочу. Может, конечно, Козлов вниз опустить. На следующий ход за свечи. Они начинают бежать, а Козлов, соответственно, влетает в них. Здесь. Но здесь тоже не добегаем. Да, давайте я Козлову опущу сейчас пониже. Вот так она встанет. Так, ты отдай пистолет свой. Тебе это понравится, говорит. Да, стал. Здесь пистолет у нас, товарищ. Я, наверное, даже пока не пойду вперед. Ну, плохо, конечно, что в первом паке нет. Нет механизированных товарищей. Ну да ладно, полетели. О, злой какой. Какой злой. Так, заметили Козлову. Сто процентов. Шесть, девять. В упор. А, кстати, как Берсерк? Берсерк может наверх запрыгнуть, интересно, или нет? Так, ну сланг, к сожалению, здесь никого не обойдем. О, а тут, кстати, можем всечь даже. Проблема... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подвоем не попадаем. Смотрите, как обидно. Хотя нет, подождите. Может, попадем? Да, мы попадаем по двоим. Так, а у Берсерка нет же ответного удара, правда? Ярость, тактическое чутье защиты. Да, все ерунда. Окрыляющая отвага, наверное, пока не нужна. В том плане, что... Нет боеготовности. Ей будем боеготовности срывать. Ну-ка, испытание. Шварк на семь урона. Супер. Плюс концентрация пошла. Берсерк бесится. Нет, Берсерк не бесится. Художница. Смолния. В принципе, даже командир сектуэдов может забрать. 11-15 урона. У него 14. Есть шанс не забрать. Есть шанс не забрать. Так, а мы Берса можем забрать сейчас? 100% 6-9. 6-9. 100%. Подожди, сколько тебе винтовку урона наносит? 4-7. А, ну да, 6-9. Все верно. У него 26 здоровья. Неприятно. А, кстати, приказ. Можем Рокки еще один выдать. 100% можем сами. 7-11 всечь. 7-11. И 6-9. То есть мы ему от 13 до 20 хп можем снять. Так, а ты вот сейчас... Приказ художницы. Жалко, что нельзя приказ эфира вылить. А нам сейчас еще на 7 уронов стекла. Ну, художница, к слову, может сюда встать. Кинуть одного топором, другого рубануть. Да, давайте я сюда встаю. Так, 10-14. Есть шанс даже убить. Версерк ловит опор. На 10 урона. Бесится. Бежим, не бежим. Беги на нее. Нет, не беги. Не передвигается он в мою сторону, скажем так. 4-7. А сколько у него здоровья осталось? У него осталось 16 здоровья. А ты можешь еще один ход дать? Да, художница, он может выдать еще один ход. В том плане, что мы можем... Ну, 11-15. А тут 14. Очень высокий шанс не убить эту дрянь. Очень высокий шанс. Я в том плане, что сыграть через жнеца, потом рубануть вот сюда. И если мы не убьем его с одного удара, то добавим ход. Рокки, 100% сюда. 16. А, слушайте, может тогда его сначала убить? Да, Рокки, ты точно стреляешь. 7 урона. Тогда художница с молнии 100% на... Ой, 100%... 100% впадает, не шанс царапины. И при самом худшем раскладе она его не убивает. Поэтому подрубаем жнеца. 8-12. Что я там про самый худший расклад говорил? Болтун. Нужен приказ художницы. Молния 8-12. 11-15. Тут можем не убить, что самое интересное. При самом худшем раскладе. Здесь. Ну, скрита, конечно, убиваем. Но мы его и убьем, когда он... Ну, супер. Крит прошел. Крит прошел. Можем и здесь влететь. Проблема только в том, что... Там еще кто-то может оказаться. Да, там кто-то есть. Чего возьмем? Это плохо. Это очень плохо. Ага. Это все печально. Там огнеметчик, пулеметчик, гранатометчик. Кого там только нет, в общем. Ладно. Ладно. Пробуем выживать. Убей его с мясорубки, пожалуйста. Спасибо. Ладно. Первый пак разобрали. Так, первый удар танковали. Этот будет щиты бахать. Да. Получается огнеметчик. Ой, огнеметчик и шесть... Ой, пять брони. С ума сойти просто. Козлова, живи. Пять урона. Два здоровья установлена. Она ничего не может сделать, но мы ее сейчас подлечим, и она сможет все сделать. Огнеметчика? Я бы на самом деле даже заморозил бы. Как бы странно сейчас не звучало. Козлова, конечно, у нас пострадала. Ладно, ее лечим. Это не обсуждается. Она больше не горит и готова убивать. Только вопрос, кого убивать. Щитоносца? Ну, наверное, щитоносца. 60% чистильщика. У тебя 58% чистильщика. Ну, тоже можешь его поковырять неплохо. Так, художница. Давай сюда. Он где-то здесь стоит. Вот он. 100% 4,7 всего. А, нет, давай... А если с меча? 9,13. С меча 9,13. Ну, блин, огнеметчика надо замораживать. Мы его сейчас никак не убьем. Вообще никак не убиваем. Ладно, огонь. Ну, да, если еще и промахиваться будем, конечно, не убьем. Так, эфир. Эфир, эфир. Давай сюда. И огнеметы замораживаем. Кстати, у нас еще холд пустоты есть. Если уж совсем туго придется. Ладно, товарищ замерз. 68, огонь. Да вы будете в него попадать-то или нет? 98, огонь. 5 урона. Да, 5 урона, 5 защиты. Художница. Давай, руби его. А почему анимация горения у тебя до сих пор? Точнее, горишь. Так, ну ты сиди пока, жди. Тут товарищ замерз. Тут товарищ будет стрелять. А, будет стрелять, будет царапать. Тут товарищ будет умирать, скорее всего. Ну, не то чтобы умирать, но, по крайней мере, оглушен. Так. Художница почему-то продолжает гореть. Она, кстати, может сейчас щитоносца зарубить. И всечь вот этому товарищу, уже без щитов. Кстати, через протокол нападения вообще можно убить. Если уж на то пошло эфир. Эфир, эфир. Ай-яй-яй-яй-яй. Проблема вот в этом товарища. Разморозится он сейчас или нет? Ладно, давай выпад. Щиты улетели. Продвинутая подвижность. Окей. Тогда молния. 8-12 у офицера. У тебя что по огнеметчику? У тебя перезарядка по огнеметчику? Ну давай. 88. 88. Вольт неплохой. Пол пустоты неплохой. Так, ладно. Ты давай руби офицера. О, еще и кританула. Вообще молодец. По-хорошему, она офицера сейчас убьет. Он начнет дергаться и умрет. Поэтому здесь мы, я думаю, что можем пострелять в этого товарища. Можем даже его попробовать законтролировать, так скажем. Ну сбей ему одну броню, я тебя прошу. Хотя бы одну. Да что с тобой не так сегодня, а? Ну что за промахи? Рокки, давай ты. 5-8. Мы так очень долго будем бить. Давай ты тоже подключайся, дружище. 16% 1-3 урона. Так. Подождите, я точно помню, что брал лазерный пистолет. Магнитный даже. Выйдет он. Если он сейчас из-под контроля выйдет, мне будет очень плохо. Поэтому его нужно брать на холд пустоты. Если он разморозился, вы. Два уже украдено. Нормально. Да, он избавился от заморозки, но он остался в стазисе. А ты умрешь. Молодец. Ай, блин. Еще трое. Так, ну это последние. Это троица последняя. Ужнец, мне кажется, еще не откатился, да? И сразу щиты. Да ты молодец, батенька. Молодец. Щитер чертов. Так, этот товарищ освободился. Кого ты можешь ударить? Ты можешь ударить призрака. Ты тоже можешь ударить призрака. Причем он начнет дергаться, и она его до конца зарубит. Здесь. Болтун. Давай ты его все-таки убьешь, а? Ты должен его убить. Восемьдесят процентов. Семь-одиннадцать. Огонь. Да неужели попал? Ну неужели он попал? Так, нет, эфир, ты в него не стреляешь. Ты нам на другом фланге нужна будешь. Пять-восемь. Огонь. Кстати, броню не сбил. А, нет, у него было пять брони. Выстрел. Красиво лопнул, молодец. Давай перезарядку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И теперь рукопашницам нашим нужно как-то устроить дикую заваруху вот здесь. Настолько дикую, что все просто с ума должны сойти от этого. Окреляющая отвага. Ну, щитоносца мы не убиваем. Это факт. Молния. Может, кстати, и молния. Но давайте, наверное, вот сначала я вот так сделаю. Сбили защиту ему. И инерция. Теперь молния 8.12. Здесь мы остаемся в защите. И, скорее всего, его убьем, когда он дергаться начнет. На следующий ход у нас жнец откатится, если мы, конечно, выжарим. 11 урона. Трошит. Давай, спускайся. Ты? Один за всех. Давай защиту. Рокки. Тоже спускайся. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Что-то тяжеловато, честно сказать. Мясорубка. Умираешь. Нет! А, у него рефлексы молниеносные. Черт! У него молниеносные рефлексы. Он сейчас кого-то заберет. Нет, он просто урод нанес. Он не очень умен. Надо было забирать. Ладно. Надолго она у нас уйдет в больницу. Очень надолго. Так, призрака, кстати, можем вырубить просто с щита, кстати. Можем и в щитоносца влететь. Рубануть. Призрак может умереть от щита. Пол пустоты у нас, кстати, тоже заряжен. Так, Т. 70%, кстати, призрака. Да давай. Адьос, призрак. Да, призрак, адьос. Слушайте, он с лазерной винтовкой, а она стреливает лучше, чем с магнитной. Представляете, что бы он творил, если бы у него магнитная винтовка была в этой ситуации. Так, есть у нас протокол лечения, вмешательства, протокол помощи. А, у нас, подождите, у нас еще черепной бур есть. Может, нам попробовать кого-нибудь забурить сейчас? А кого нам проще убить? Мы одного холдом пустоты сейчас прикроем, а другого попробуем убить. Вопрос тогда кого? Так, ну смотрите. Вот это, во-первых, можем щитом ударить. Так как бочка это что? А вот это бочка. Блин, это бочка. Ты же бочку не заденешь, правда? Ладно, бей щитом его. Но только надо попасть. Нормально, она им так шарахнула. А холд пустоты? Давай на щитоносец. Художница, получается, зря использовал жнеца. Хотя, может, крит сейчас прокнет. Нет, не прокнул крит, но он начнет дергаться, мы его убьем. Рашид. Рашид, Рашид. Так, а у нас где точка выкладывает? Вон она, на крыше. Ну слушайте, это, по-моему, все, правда? Здесь трое, здесь трое, там трое. По-моему, все. Болтун. Давай, беги. Возможно, на следующий ход получится у тебя захватить товарища, если добежишь. Рокки. Да, Рокки тоже беги. Да, Козлова, конечно, там устроила просто дикую заварушку, но, к сожалению, надолго в больницу уйдет, насколько я понимаю, она теперь. Хотя она прям топовый боец в этой драке. Да. Она просто все испепеляет, не оставляет врагу шанса. Еще и подхиливается. Вообще молодец. Так, ты. Блин, не дотягивается. А как-нибудь я могу его сейчас зафиксировать? Никак, да, не могу? Я его никак не могу зафиксировать. Так, ты до точки телепортации чуть-чуть не добегаешь? Точки телепортации, господи, точки эвакуации. Ай-яй-яй, ну чуть-чуть я не могу его захватить. Хотя нет, какой чуть-чуть? Подожди, сколько я не добегаю? Да дофига я не добегаю, на самом деле. Может, конечно, трупа попробовать тогда полутать. Так, ладно, щитоносец, ловим. Четыре урона, нормально поймал. Я только его скупировал! Точнее, нет, ненормальном. Машина зовется? Нет, не взорвется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, этот негодяй ведь по нам еще и пострелять сможет. 61%, 5-8, стреляй. Царапина всего. Давай хоть протокол нападения. Ну сейчас его Козлова должна зарубить в свой ход. Должна же. Надеюсь. Да. Ну отлично. Захватить не захватили, но хоть лут собрали. Продвинутая концентрация, нормально. Так, подкрепление в ближайшее время, но я думаю, что их мы ждать уже... Подождите, а будем ли мы их ждать? Можно, конечно, Мэка нафармить себе. Это будет забавно. Ну ладно, я в этот ход, наверное, все равно не вхожу. Да. Знаете, как можно сейчас сделать? Всех на точке эвакуации пока что собрать. Блин, ты зачем так сделал? Всех на точке эвакуации собрать. Випа эвакуировать. Вот, Вип. Давай, улетай. А здесь просто дождаться подкрепления. Если упадет Мэк где-то рядом, мы попробуем его захватить. Ну и, собственно говоря, вот. Так, подкрепление на подходе. Мы их дождемся, естественно. Так, подожди, а ты... А, тебе Рокки мешает. Ну давай, Рокки, отойди тогда. И перезарядись. Ну, на самом деле, миссия очень напряженная получилась, хоть и скоротечная. Здесь просто Козлова показала класс. По-другому не скажешь. Фактически она эту катку затащила полностью. И представляете, насколько было бы круче, если бы у нее вот этот топовый меч был. Вот этих недобитков бы не оставалось. Она бы все высекала. Так, ну и Мэков, естественно, нет, да? Хотя по звуку... По звуку есть Мэк? Нет, нету Мэка. Какое-то бедняцкое подкрепление прилетело. Из двух бойцов всего. Ага, мы их даже не видим с боеготовности. Ну все, улетаем. Так, сейчас-то никого не забыл? Да вроде никого. А Козлова настолько крута, что она продолжает просто гореть. Солдат ранено двое. Неприятно. Ну хотя... Хотя наш Псионик сейчас не должна урон-то получить. У нее же щит там все впитывает. Ей вообще должны быть по барабану вот эти царапины. Ну а Козлова, да. Козлова... Процент попадания 25. Это прям... Это я. Это я люблю. Козлова 13 дней ранения. Как неприятно, а? Как неприятно. Ну окей, у нас зато... Ультра восприятие мы нашли. Плюс 11 меткости. Ну это неплохо. И плюс один инженер. Это вообще хорошо. Так, защитную матрицу он сразу сел. Пускай, наверное, сидит. У меня-то вообще на планы... Планы... Гладин прекрасный... Нет, он никуда пока не сел. Он нас... Отдыхает. Окей, садись в турели тогда. План их-то у него вообще снести вот эту мастерскую и на ее месте что-то построить. Соответственно, свободных инженеров распределить вот место гремлинов. То есть эти два, допустим, сюда упадут, а в зону испытания, ну хотя бы один у нас падает. Это нормально. Так, запал. Это у нас Эл тренируется. Материалы разведданы. К сожалению, в этой драке мы не добыли. Ай, Козлова, Козлова. На 13 дней у нас ушла Козлова. Через 26 часов у нас вернется Раджа. И в том плане... Ниндзя. Где они у нас еще, эти ниндзя? Козлова, Дельгадо. А, Сото еще. Ну, Сото слабенький. Сото сержант. Он пока слабоват, конечно. Но есть Дельгадо у нас. Он относительно неплох. Ну как относительно неплохо? У него только легкий шаг есть. И все. А, нет, подождите. Сото лучше. Сото лучше. У него уже скрытность есть. Нормально. Мясорубки, правда, нет. Мясорубка прям нужна, как воздух. Для Ниндзя. Без нее тяжело. Ну ладно, еще одно... Да, кстати. А наш Псёник... Псёник-рукопашник. Назовем вот так. Эфир. Вообще не пострадал. То есть ей вот эти ранения, не знаю, как слону дробина. Персональные боевые модули. Ну, это будет как-то прям за кадром. Я не знаю. Все это дело пораспределять. Один с меткостью. На самом деле это очень здорово. Это можно даже егерю выдать. У него сейчас вот эта резкость зрения. Плюс пять меткость снижает уклонение по стрельбе с более высокой позиции. А здесь будет просто плюс одиннадцать. То есть меткость будет сто два. Вообще классика. Не классика, точнее, а бомба будет. Плюс если прицел поставить, ну, просто пушка. Будет бахать и всегда попадать. Это здорово. Но пока он у нас тренируется. Окей, что на карте? На карте у нас пока одно задание висит. Квбек. Здесь уязвимое. Десять и двенадцать. Но нет, здесь мы будем ждать до упора. Просто до упора. Материалы через три дня прибудут. Можно, конечно, что-нибудь попродавать пока. Но я уже так много всего напродавал. Так много я всего напродавал. Да, ради седьмого инженера. Ради седьмого инженера. Глушители. Ну, это там по двенадцать, допустим, уйдут. Хэши данных. Но с другой стороны, как только у меня появится седьмой инженер, я наконец-то смогу топовые пушки делать. А соответственно, у меня придут деньги в начале следующего месяца. И вместе с этими деньгами сразу придут и топовые пушки. Ну как топовые пушки? Топовые рукопашные пушки. Да, привет, привет. Призводство предметов, оружие. Так, ну теневые ножи я вряд ли буду делать. Небесные перчатки сразу. Для эфир. Классно же, она просто выбивать будет. Насчет потрошителя. Ну да, на потрошителя мне теперь андромедона надо ловить где-то. А то у меня андромедоны закончились. Ну для... Здесь, блин, здесь тоже андромедон нужен. Для терморезака ничего не нужен, нужен только инженер. Сколько интересный инженер стоит? Давайте прямо сейчас гоняем. Прямо сейчас гоняем тогда на рынок. Контакт. Три дня подождет. Черный рынок. Да. Посмотрим, сколько стоит инженер. И сможем ли мы его купить прямо сейчас? Так, купить инженер. 237 материалов он стоит. Сержанты еще продаются по 80. Ой-ой-ой-ой-ой. 200 материалов я вряд ли продам. Ну, кстати, вот по БМ-восприятию 5 меткостей я вряд ли кому-то буду ставить. Давайте за 24 продадим. Трупы я все уже попродавал. Ядра и лерия мне нужны. Для развития, так скажем. Но, с другой стороны, если их не продавать, то никакого развития не будет. Кэши. Ну, кэши на самом деле уже не так полезны. В том плане, что иногда в боях удается получать разведанные. Поэтому давайте я их парочку продам и один планшет продам. 142. Я пока все равно их не успеваю исследовать. Так, настройка спуска. За 6. Забирай. Ультра-восприятие. За полтиник аж. Ничего себе. То есть, фактически, мы сейчас из башни адвента добыли 50 материалов. Ха. ПБМ концентрация. 19 воля. Ну, стоит 2 монетки всего. Нет смысла продавать. Так, расширенный магазин забирай. За 6 всего. Уже 160 у нас. Дугомет оставь. Пистолет оставь. Жилет из данного лака наставь. Фибро-нож. Пушки. Коготь. Мне уже продавать-то нечего. Гранаты. ПБМ подвижность. 11 уклонения. Ну, обычно я, наверное, продам. Модифицированный лазерный прицел. Ай, от сердца отрываю. ПБМ адаптация. 2 здоровья. Оставим пока. Глушители. Ну, продам. Парочку даже. Уже 214, кстати, у нас. Ж-214. Прицелы. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто от сердца отрываю. Продвинутая концентрация. 25 воли, кстати, у нас есть. А там плюс 19, кажется. Вот точность при промахе забирай. Если промахнулись, то, скорее всего, повышенная точность нас уже не спасет. Труп Берсерка. Ну, по-хорошему, можно продать еще один кэш данных. С того у нас 300 материалов. И мы покупаем сразу себе еще одного инженера. Да. И это просто мега хорошо. У нас их теперь 7. 7 чертовых инженеров. И мы идем... Куда мы идем? Я потерялся. А, вот. Черт возьми. Я потерял инженерный отсек. Производство предметов. Оружие. У нас, конечно, хватает вообще на все. Да, черт возьми. 20 сплавов надо. 160 материалов. 20 сплавов и 160 материалов. Обычный меч сколько стоит? Гораздо дешевле обычный меч стоит. Я в том плане, что выгоднее все-таки сначала обычный меч сделать. Если я сделаю топоры, у нас получатся только крутые топоры и все. А если я сделаю меч, у нас будет крутой меч и нормальные топоры. Терпимые, так скажем. Так, а для них ядра Иллири нужны? Нет, здесь ядра Иллири не нужны. Это нормально. Давайте я сделаю меч. Терморезак. О, да. Давайте посмотрим на... Так, конечно, у нас раненая она, Козлова. Но все равно сравним. 10-14 и 6-10. 10-14 плюс 4 урона. Наиболее совершенная версия меча. Наносит высокий урон и может поджечь цель. Еще и поджигаем. Топоры, конечно, оглушают. Но, насколько я понимаю, прокачанные топоры тоже будут оглушать. Терморезак. 10-14. Плюс 4 урона. Мне сейчас зачастую не хватает вот с разбега там 1-2 единиц урона. А здесь сразу плюс 4. То есть 10-14 плюс бонусы за пробежку. Она там будет, не знаю, по 14-18 наносить. Плюс способности. Концентрация. Я возьму и концентрацию. Концентрация это очень хорошо. Прям очень хорошо. Чтобы не было никаких царапин этих дурацких. Это просто так много стабильности добавляет, что я не знаю. Да, ну жалко, конечно, что она нас ушла. И опять все наши топы ранены. Ладно, Готэ готов, Ролан готов. Зато специалистов много. У нас все топовые специалисты, все готовы к драке. Так, а у нас на проникновение там есть специалисты, правда? Да, у нас Айболит на том задании. Она, конечно, сейчас наш самый слабенький специалист. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Так, ладно, у нас аж осталось 52 материала. Правда, мы все свои закрома распродали, так скажем. По управлению сопротивлением. Конспирация. Ну, наверное, давайте до конца месяца конспирацию дотерплю. А потом снова здесь начнем кошмарить Бразилию. Тем более бдительность, как видите, не сильно теперь отличается в Западной и Восточной Африке. Можно, конечно, ЮАР снова. А можно, кстати, вообще забить пока на эти регионы. Там материалы какие-нибудь пособирать. Ну, здесь пособирать, продолжить. Разведдан. Ну, не разведдан, а рекрутирование. А ЮАР и новую Австралию начать кошмарить с точки зрения разведки. Потому что бдительность здесь очень маленькая. Ну, возможно, даже и так. Разведданные нам нужны. Материалы. Ну, сейчас почти все материалы у меня улетят на ретранслятор. Разведданные сотню как-нибудь наберем. Не для Арктики, точнее, для чего там. Для Азии. Я думаю, что в следующем месяце даже получится штурмануть у нас базу. Ну, ладно, ребят. В любом случае, это все уже будет в следующей серии. А сейчас давайте прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok